Жоли пришла, она снимает первую реакцию. Икса, как ты думаешь, что он соскучился обо мне? Что я купила? Луковые кольца в виде чипсов. Никогда не пробовала. Попробуем. Доброе утро, мои хорошие! Планировала встать в 6, а встала в 7.40. Но тоже ничего. Утро рано. Я в 6 встала, потом опять легла спать. Очень уж хотелось поспать. Сделала уже себе макияж. Я... Извиняюсь. Я готова уже снимать мукбанг. Нужно сгонять в магаз. Потому что придет Жоли останется у меня с ночевкой. А дома мышь повесилась. Вроде как вчера ходила в супермаркет. Но, блин, к завтраку надо кое-что купить. Ну, в общем, сейчас не об этом. Когда мы ехали в деревню, мы оставались у сестры, жены, двоюродного брата. Какой-то сам крутой круг получился. Ну, в общем, я у нее попросила зарядку, и она мне дала свой пауэрбанк. Причем не от какой-то крутой фирмы, а самой обычной, которую продают везде. И это было нереально удобно. Я лежала на кровати с пауэрбанком. Я шла, не знаю, там на улицу и заряжала свой телефон. И тут я вспомнила, что у меня тоже есть дома пауэрбанк, который я купила и закинула где-то в шкаф. И совсем забыла про него. Покупала я его, наверное, года 4 назад. Когда я еще работала в Канта Хоми. У нас была такая тема. На день рождения тебе давали купон на 2000 рублей. И ты мог все, что хочешь купить в магазине техники на 2000 рублей. Я помню, что я еще сверху добавила и купила себе пауэрбанк от Ксиоми на 10000 миллиампер. И я подумала, что он у меня просто лежит. Я не пользуюсь, такая удобная штука. Почему нет? Решила сегодня зарядить. И вы знаете, с первого дня он как-то не очень работает. То есть с первого дня покупки он почему-то заряжает только его на 20%. Сейчас вам покажу. Вот так вот выглядит пауэрбанк от Ксиоми на 10000 миллиампер. Знаете, в чем проблема? Вот здесь горят 4 огонечка. Если все 4 горят, это значит, что он зарядился на все 100%. Здесь проблема в том, что горит второй огонечек. Но он у меня всю ночь стоял на зарядке и до сих пор не набрал зарядку. Более того, до этого, где-то год назад, когда я его тестировала, опять же была эта проблема. То есть он заряжался всего на 25%, так скажем. То есть это вроде как на 4 раза, чтобы зарядить телефон. А он заряжает всего 1 раз. И вот эти вот не горят. В общем, нехороший. Не советую от Ксиоми пауэрбанки. Возможно, у меня какая-то бракованная модель оказалась. Но вот факт. Сейчас как раз буду выносить мусор. Решила выбросить вот эти кроссовки, потому что они не отмываются после деревни. В ужасном состоянии. Не могу же я ходить по городу как бомжара. Поэтому эти кроссовки досвидули. Сгоняла я, значит, в магазин. И у нас с вами очередная распаковочка. Что я купила? Луковые кольца в виде чипсов. Никогда не пробовала. Попробуем. Взяла семки, чтобы же их погрызть. На утро взяла вот такой вот сыр. С ветчиной. Хохон. Мои любимые сосиски. Это кёзлями. Они очень вкусные. В магазине не было другого. И мне пришлось взять чапи для собак, чтобы дать твиксу. Не знаю, можно ли или нет. Просто для окошек. Там ничего не было на прилавке. Чипсы. Камера трясётся. Извиняюсь. Сок. Сейчас на мукбанке этот сок будем пить. Бигбон. Яйца. Завтра утром буду делать омлет для жале. Здоровый образ жизни и т.д. и т.п. Заодно платишь, а вторая была в подарок, поэтому взяла. А так у меня вода дома была. Не нужна была. Взяла. Манго. Причём он стоил почти 4 моната за одну такую штуку. По цене получается мясо. Даже дороже, чем мясо. Ну ничего, для мукбанка взяла. И клубничку. Это всё я купила в супермаркете, который открылся у нас во дворе. И также у нас во дворе, прямо под нашим домом, есть такой маленький ларёчек, где мужчина продаёт тоже продукты, так скажем. Так получилось, что они удачно продали дом. То есть в Азербайджане, в частности в Баку, некоторые дома сносят. То есть сносят и там строят новостройки. Можно сказать, в центре уже все новостройки и все старые дома уже давно снесли. И этим людям дают очень хорошие денежные компенсации. То есть реально дороже, чем их дом, почти в два раза дают компенсации, что ты вынужден переезжать отсюда. Езжай куда хочешь, на тебе баблишко. Но вот насколько я знаю, вот этот супермаркет, который находится под нашим домом, мне рассказывали соседи, что этот мужчина как раз-таки получил такую компенсацию. И он купил у нас и магазин, и квартиру хорошую купил. Ну, прекрасно. Вообще человек такой очень агрессивный, очень нервный. Ну, характер человека, ничего страшного. Однажды я у него купила семечки, и потом пошла их грызть. А потом я обнаружила, что мне некуда их грызть. Я вернулась назад и попросила у него маленький полиэтиленовый пакет пингвин. Ну, он стоит копееку просто. Я вам не сказала, что на покупку семечек пакет не полагается. Я такая была в шоке. И вот сегодня я иду с этими пакетами-баулами из этого большого супермаркета, и он таким взглядом, пепелище, смотрит на меня, как будто я предатель. Пошла купила у другого человека. Но, извините меня, у него нет выбора. У него там, наверное, квадратов 7 магазин. Плюс, например, я хочу взять в супермаркете какой-то продукт, почитать состав, стоять, подумать. А здесь такого не прокатит. То есть ты, например, говоришь, как раньше было, знаете, в 90-х магазин стояла такая девушка, и ты говорила, дайте мне, пожалуйста, вот ту сгущенку. Она вытаскивала, пробивала и давала тебе. То есть большой супермаркет, это большой выбор. Мне кажется, не нужно обижаться на то, что покупатели идут туда, где выбора больше. Даже если им ближе ты, не надо обижаться. Не надо агрессировать. К чему это все? Вот, я к чему это все рассказываю? Просто меня тоже прям, знаете, грызет совесть, когда я прохожу мимо него. А я такая думаю, блин, вот надо бы поддержать бедного человека, у которого и так торговли нет. Он на меня еще так странно смотрит. Я все это думаю у себя в голове. Но понимаю, блин, ну я же должна думать еще и о своем комфорте. Мне легче пробить через карточку. Мне легче все сразу закупиться в супермаркете. Решила сделать уборку. Остановилась на этом ящике. Здесь у меня лежат бюстгальтеры. У меня, в общем, два таких ящика, которые заполнены бельем. Здесь у меня трусики на повседневку. И носочки мои любимые. На лето я оставила прям совсем минимум носочков. И сейчас тоже самое. Порядок будем проделывать со вторым-то этим ящиком. Ой, такой аромат стоит. Как вы думаете, у кого я заказала? Это Епоша. Такой аромат стоит. А еще, видимо, они мне сделали скидку на заказ. Я даю курьеру 25 манат. Он мне отдает пятеру. Я говорю, а что так? Почему 20? И он сказал, вот здесь так написано. Показал мне листок, где написано 20 манат. И сказал, о, как хорошо. Халява. Ну, не халява, но подешевле. Очень вкусные. Вы просто посмотрите на эти роллы. Они идеальные. Один здесь шапочка перевернулась. Ну, а так бомба. Ну, раз перевернулась, это надо съесть. Жду жали. Сейчас будем кушать. Вы, конечно, меня извините, но как можно устоять? Мне хочется одну штучечку съесть. Открываем соус. Берем вот этот, который с шапочкой, который развалился. Ну, куда его класть-то? Теперь, блин, хрен дождешься. Жали. Как это все не съесть-то, а? Жали пришла, она снимает первую реакцию Трикса. Как ты думаешь, он соскучился обо мне? Мне кажется, что да. Триксуля! Маме Трикс! Надеюсь, там чисто. О, скучашки-то! Ты меня помнишь! Ты меня помнишь! Мой сладкий, иди к маме! К маме идти! Куда ты? Стоять! Трикс! Мамино сердце! Мамино сердце! Он даже не соскучился! Ну, как я тебе... Мне кажется, он ничего не понял пока. Ну, я тоже не скучала. Все взаимно, Трикс! все взяли как тебе дома спасибо жале огромное что присмотрела за моим малышом вот он уже минут 20 нюхает вот так мамин халат чувствуешь запах мамочки тетя юля где где тетя юля сейчас надо сделать его туалет ну как вот такой-то огромный у него лоточек сейчас наполнитель посыплю и балкон чтобы ходил писал там мне очень нравится деревянный наполнитель он становится в 2-3 раза больше после того как он один раз сюда написать вот и запах маскирует отлично да и вообще твиксу нравится многие кстати писали что лоток слишком большой зачем такой огромный лоток ну блин главное что коту удобно а то блин покупает такой маленький развернуться негде а здесь он чувствует себя как король а вот и король пришел писать хочешь сладость мамина писать хочешь я скучала по тебе а ты по мне нифига не скучал давай сделай свои дела здесь вы знаете эту спортсменку комсомолку красавицу посмотрите какой макияж получился они весь железа было тональный и я и дала погонять вот этот ну подошел тебе мне кажется и в комнате нас ждет сейчас покажу что нас ждет в комнате в апигейте ты еще это не видела да там такой ароматик стоит а вот это нас ждет в комнате аромат прямо ползи мы должны все это съесть я специально знаете сильно много заказывать не стала ровно столько сколько сможем съесть вы хотите чтобы было вкусно не просто варите делайте как вот в духовке жати на антибригарные сковородки без масла то есть это все тоже можно делать и для вас будет вкусно специи добавлять мне два урока обычно приходится учить людей правильно чувствовать идиотичные мышцы умничка отлично и так это упражнение называется наша база это просто классические приседы сегодня пока я вас следующее упражнение которое нам очень понадобится при строении ягодичных мышц это будут выпады как правильно делать выпады шоколадок девочки никогда она вас обманывает она вас очень жестко обманывает сама говорит никаких шоколадок смотрите в руках сникерс я зафиксировал все же ли ты тоже в числе видим которые едят и не поправляются смотрите все над зафиксировать это не тебе убери свои лапки смотрите что принесла подруга что-то какая-то толстая постеллажили уберись да сейчас попробуем какая она на вкус туршу они по-моему отличаются по кисло кислости как я страшно выгляжу что-то мне не говоришь об этом надо губы добавить чтобы сначала губы шли это мне кажется как болезнь очень вкусно очень что он хочет от ног жали вот что он хочет позорит меня гостья пришла а он ноги и целует но нельзя же так жали уже готова к тренировке посмотрите какая обалденная фигура у этого человека буду показывать вам как эта красавица везет тренировок это групповая да сейчас как проще групповой или групповой или индивидуально с групповой проще так а сколько человек у тебя в группе 15 15 человек и ты перелистываешь смотришь как кто делает упражнение на ногу кстати я всех сразу вижу а вот из-за того что я сейчас у айки придется на телефоне перелистывать то есть не очень удобно да а так ты всех видишь через все что за приложение зум а через зум как раз я тоже посмотрю на а они тебя видят они увидят меня дома кстати же лиза же они тренируются не видя меня а ну да точно зачем тогда переоделась вот конечно же лиза занималась буквально час назад с одной девочкой она кстати моя подписчица прикиньте она интерьер так как у него что я лайки по интерьеру прикиньте даже не видела стал поняла да она по квартире поняла по квартире поняла что она у меня как я просто была в шоке и я такая бабушка захожу в чат в этом такая суженка здравствуйте 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 вы занимаетесь занимаетесь она кстати сегодня первый раз со мной эта девочка да ну жали там вводный такой урок был все объяснила что как к чему что нужно купить что нужно сделать да ну мне нравится как ты занимаешься спасибо поэтому она сегодня будет с нами заниматься нет я с вами не буду заниматься она такая это нельзя это тоже нельзя а это вообще нельзя да А чипсовая.. не не это нельзя а что еще из сахара батончики купите в магазине со сниккерсом нет, сладости нельзя шоколадку тоже нельзя и Аджоли такая говорит право, говорит, что продается шоколадка нет батончик тоже пять банак да я подумал господин, что-то бы дорого мало есть, захочется экономить я так послушала ее думаю, бог мой бог мой но она того, конечно, стоит хорошая фигура, спорт вообще жали любые болезни все переносит хорошо я так говорю, как бы все переболело это все потому, что у человека хороший, крепкий организм это очень важно, мне кажется тем более в наше время коронавируса то есть правильное питание это только плюс для любого человека вот поэтому не берите пример с меня а берите пример с... у меня еще девочка спрашивает вы жали, объясните мне, пожалуйста почему вот эта вот дама кушает все подряд и не поправляется я говорю, что она просто ведьма а кто сказал, что я кушаю много? ну, то есть мукбанки, да, имеется а докажи, что это я вот если бы на самом деле если бы я снимала мукбанки каждый день ела бы там, ты сколько, три раза в видео снимаешь, да? ну, когда как иногда бывает одно видео да, если бы я мне кажется, я бы поправилась точно на самом деле на самом деле в мукбанках еда находится очень близко к камере поэтому выглядит много на самом деле там не очень много она неправильная ее немного, но она неправильная я ем больше тебя, но правильную пищу да, поэтому у тебя организм крепче если бы я ела неправильную пищу я бы поправлялась поняла? да, зато у тебя тонкая жировая прослойка прослойка, а у меня толстая я, кстати, чтобы поправиться делаю много чего сколько ты весишь? 57, но у меня мышечная масса 57? о, после того одинаково весит а мышечная масса, она весит больше, чем я вот именно, когда уже ли был день рождения я купила ей все на свою попу то есть, ну, размер тоже самый, да? я заметила, что на ней брюки немножко болтаются это значит, что у тебя обхват бедер меньше ну, у тебя выглядит, как будто ты, как сказать фигуристее, чем я ну, у тебя мышцы вот фишка, в чем заключается у меня, как бы, как называется холодец в рот, она у нее все классно да, похвали меня она замечательно выглядит не надо меня так близко я ужасно так вижу у меня сразу на все лицо такое огромное как будто я тут шар такой сижу у меня мама иногда говорит я смотрю твои влоги думаю, бог мой как можно в таком виде себя снимать я говорю, мам, попробуй выпустить в день 12 видео посмотрим, в каком виде будешь ты ладно, в общем, я подключусь к вам когда Жали будет заниматься покажу вам, как она проводит тренировку наii да Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok